Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах Дома-2 прошел первый этап школы актерского мастерства. Этот день был важным для участников, они впервые показали то, чему их научили талантливые наставники. Всю неделю ребята трудились и первым заданием для них было показать танец. Многие фанаты проекта были в восторге от того, что происходило в городских квартирах, потому что зрители устали от драк, от пошлости, унижения и грязи в эфирах. Увидеть танцевальный номер участников мы сможем через 6 дней в эфире. Ну и напомним вам, что первые итоги будут подведены уже в июне, а самый талантливый ученик школы актерского мастерства сможет сняться в новом сериале канала ТНТ. Участники проекта собирают заговор против Оли Рапунцель. Ее хотят выгнать на женском голосовании. Рапунцель уже достала всех своими наигранными истериками и постоянным враньем. Она по несколько раз в день меняет свои решения. То она плачет, что любит Диму Дмитренко, а через несколько часов плачет, потому что бросает его. Затем страдает, что Дмитренко не предпринимает никаких действий, чтобы ее вернуть. А затем вообще звонит Илье Яббарову и всячески флиртует с ним. Зовет его на остров. Также под удар на женском голосовании может попасть и Руслана Мишина. Руслане надоело, что ее парень, Алекс Гулиев, постоянно заставляет ее готовить, убирать и стирать, а сам в это время отдыхает. Она психанула и решила позлить Алекса с помощью грека Николаса. Когда Алекс застукал Руслану в бассейне с Николасом, то он бросил ее. Сейчас Руслана пытается донести до Алекса, что флирт с Николасом это просто розыгрыш, но он ей не верит. Руслана пишет, мне так не хватает Алекса и его внимания. Мне он и правда нравится и очень нужен, но при условии, что он не будет давить на меня. Я очень скучаю. Саша Гозиас, которая, как вы помните, потеряла отца, шокировала своих подписчиков. Она в такой тяжелый день, в день похорон отца, додумалась сделать селфи и не вылазила из социальных сетей. Ее поведение не нашло понимания у окружающих и вызвало бурную реакцию. Многие признались, что не хотели бы иметь такую дочку, как Саша. Лиза Шароха наконец-то сделала операцию по увеличению груди. Она выкладывает свои фотографии из больницы и отрабатывает стоимость операции, хвалит докторов и клинику. Кроме этого, Лиза решила не терять время недаром и назначила около больницы встречу с фанатами. Но потом она отложила эту встречу, потому что плохо себя чувствует. Но поклонники дома 2 не уверены в том, что это настоящая причина того, что встреча была отложена. Скорее всего, просто не нашлось людей, которые захотели бы к ней приехать, потому что у Лизы очень мало настоящих поклонников. Олег Бурханов сообщил приятные новости. Они с Настей Кивушкиной помирились. Выяснилось, что у Бурханова был взломан аккаунт и то самое злополучное фото, где он обнаженный, который теперь гуляет по сети, было просто украдено. Олег пишет, мы с Настей разобрались, что это нехорошие люди взломали мой аккаунт и стащили фотки из нашей переписки старой. Мы встретились, душевно поговорили и решили, что воевать больше не будем. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!